А вот мои лакомства. Я буду говорить необычным голосом, так как я готовлю себя к новым записям. Вот, так немножечко под Игоря Ильинского. Ну что ж, вот смотрите. Замечательный для чая и для кофе кексик вот такой. Нежный. Сладкий. Ничуть не хуже вот эти орешки. А начинка шоколадная. И кислинка там тоже имеется. А вот к чаю или кофе шоколадки такие. Вот. А это с орешками. А вот наше общее лакомство с майкой. Творожки со сметанкой. Ну и оладушки, конечно. А это фрукты. Узнаете? И с кислинкой, и со сладинкой. Вот грейппрут. Ух, какой вкусный. Вот такая у нас радость на столе. Хе-хе-хе. Полакомимся. А потом я продолжу свою работу, а Майка пойдет спать. Пожелайте нам приятного аппетита. Аудиокнига своими руками. Студия «Барабаны судьбы». Читает Александр Водяной. Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку «Злая волшебница Бастинда». Читают Александр Водяной и Дима Левицкий. Злая волшебница Бастинда. По книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Элли, Татошка и Лев путешествовали по волшебной стране. Однажды они забрели во владении злой волшебницы Бастинды, повелительницы фиолетовой страны. Не было уголка в фиолетовой стране, который бы ускользнул от взора Бастинды. Как-то раз, сидя вечерком на веранде своего замка, она увидела далеко-далеко на самой границе своих владений Элли и ее друзей. «Кто посмел вторгнуться в мои края?» – завопила Бастинда. Надев волшебную шапку, она начала колдовать, вызывая своих верных стражей летучих обезьян. И вот небо потемнело от стаи летучих обезьян. Они неслись ко дворцу Бастинды на своих могучих крыльях. Впереди летел предводитель. «Что прикажешь, повелительница?» – спросил он. «Нападите на чужеземцев и уничтожьте всех, кроме Люва. Его я буду запрягать в свою коляску». Обезьяны набросились на растерянных путников. Льва опутали веревками и понесли во дворец Бастинды. «Будешь возить мою коляску?» – презрительно сказала Бастинда. «Что вы все мигуны говорили?» «Смотрите, какая могущественная наша повелительница Бастинда!» «Она сумела запрячь даже льва!» Перепуганная Элли ждала ужасной расправы. Сам предводитель летучих обезьян протянул к девочке свои длинные лапы. И вдруг лицо его перекосилось от страха. Он отпрянул назад и закричал. «Эту девочку трогать нельзя! Это фея! Смотрите, у нее на ногах волшебные серебряные башмачки!» Обезьяны бережно подхватили Элли вместе с Татошкой и помчались в фиолетовый дворец Бастинды. Увидев на Элли серебряные башмачки, Бастинда задрожала от жлоба и зависти. «Ах, если бы я могла завладеть ими, я бы стала самой могущественной волшебницей в мире!» Бастинда привела пленников в подвал, где находилась темная и грязная кухня. «Ты будешь чистить горшки, сковородки и кастрюли, мыть пол и топить печку! Хе-хе-хе! Мои кухарки! Фрегозе уже давно нужно помощницу!» И оставив испуганную девочку, Бастинда отправилась на задний двор. «Где стояла клетка со львом?» «Я хорошо напугала девчонку! Ух, хе-хе-хе! А теперь усмирю и льва! То-то будет славная лошадка!» Думала старуха. Но не тут-то было! Стоило ей открыть дверцу клетки, как лев разинул пасть, ощетинил гриву и проревел. «И я тебя съем!» Перепуганная старуха пулей вылетела из клетки и проворно захлопнула дверцу. «Ах, ты проклятый! Я заморю тебе голодом, если не покоришься!» Потянулись тяжелые, скучные дни рабства. Элли с утра до вечера работала на кухне, помогая кухарке Фрегози. Добрая Мигунья жалела девочку и часто выполняла за нее самую грязную работу. Бастинда все время придиралась к Элли и даже замахивалась на девочку грязным фиолетовым зонтиком. Но Элли не знала, что пока на ней волшебные башмачки, старуха и пальцем ее тронуть не смеет. С завистью смотрела Бастинда на серебряные башмачки Элли. Как бы их отнять? Но девочка снимала их только по ночам в клетке у льва или когда купалась. А Бастинда боялась воды больше всего на свете. Почему? Сейчас узнаете! Бастинда Бастинда так боялась воды, что и близко подойти к Элли не смело. Она только ворчала и ругалась, стоя за дверью. А перед ее глазами сверкали волшебные серебряные башмачки. Своё обещание старуха выполнила. Льва она не кормила, а он не только не смирялся, но и не худел, потому что по ночам Элли приносила ему всю еду, что оставалось в доме. Друзья часто думали о том, как бы им самим освободиться из плена и освободить несчастных мигунов от злой волшебницы Бастинды. А Бастинда строила коварные планы, как отнять у Элли волшебные башмачки. Тогда сильнее ее не будет волшебницы на свете. Уж тогда она разделается с этой девчонкой. Думала она, думала и придумала. Однажды, когда ни фрегозы, ни Элли не было на кухне, Бастинда натянула над полом маленькую веревочку, а сама спряталась за печкой и стала выжидать. Элли вбежала в кухню, споткнулась о веревку и упала. Башмачок слетел с ее правой ноги и откатился в сторону. Бастинда мигом схватила башмачок. Отдайте башмачок, закричала Элли. Как вам не стыдно? Попробуй, отбери, отвечала старуха. Второй я тоже у тебя сниму. Ты, дурочка, не знала, что они волшебные. Ух! Хе-хе-хе! Элли была вне себя от горя и гнева. Она так любила свои серебряные башмачки. Схватив ведро воды, она подбежала к старухе и окатила ее с головы до ног. Ой, ой, что ты наделала? Лицо старухи стало наздреватым, как тающий снег. От нее повалил пар, фигура начала оседать и испаряться. Ой, ой, что ты наделала, паршивка? Завопила Бастинда. Я пятьсот лет не умывалась, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец. Я сейчас растаю. башмачок очень жаль, сударыня, отвечала Элли. Я права, не знала. Но зачем вы украли башмачок? Голос Бастинды становился все глуше, она таяла, как кусок сахара в стакане чая и растаяла. Через минуту от нее осталась на полу, только грязноватая лужица. В этот момент на кухню вернулась Фрегоза. «Молодец, Элли!» воскликнула кухарка. «Как жаль, что ты раньше не догадалась окатить водой эту старую ведьму!» На кухню сбежали слуги. Радостная весть разнеслась по всему замку. Бастинда растаяла. Конец рабству! Пятьсот лет она не мылась, вся была из грязи, а стоило Элли окатить ее водой, как она взяла и растаяла. Ключом, найденным в тайнике, Элли отперла клетку льва. лев даже улыбался от счастья. Но больше всех радовался Татошка. Мегуны окружили маленькую освободительницу и ее друзей. они благодарили пели, смеялись и от радости даже перестали мигать. мигуны и мига мига ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok